Тридцать дней, но за эти тридцать дней, хотя какое-то время, тот, кто журнал, злору, отмелал, и только родственник, мои близкие друзья, хоть один раз соприкоснулся с этой милой, ласковой, скромной, постеприимной женщиной, я никогда не забыл. Не только она в наших сердцах, но и перед нашими глазами. За эти тридцать дней много говорили о Лоре, и сегодня на этом и шло, уважаемый Рабай Тадиву, что упомянул, что она закончила голодой медалью. Училась в Москве, работала, она была постребована для Казахстана. Говорили о ее жизни эти тридцать дней. За эти тридцать дней в нашей большой синагоге для маленьких сердцев звучал голос ее сыновей, Юры, Исраил и Йосик. Они читали Кадиш. Какое-то великое счастье, я бы сказал, хотя у нас в городе, когда дети, сыновья, родственники, когда особенно эти двое сыновей вот сейчас стоят, когда всю жизнь береги мамы, эмоционально относились к ней, заботились о ней, о последних тридцах. И вот, и они читают Кадиш. Я думаю, при этом я употреблю это слово сейчас. Спасибо вам. Нура родилась в семье авторитетной, почетной, в Эзикстане, завиточной, можно сказать, семье, Жилы Аминова и Бахман Даниловы. Они жили в Душамде, на улице Буденова. После войны в Таджикистане началась стройка. Садись, пожалуйста. Большая в то время стройка Нижеласовская реке на реке Варзов. Отец Лори Узил Амина был партийным работником. В Коэй соблюдал все правила еврейские, но служил партийным. Что значит? Он работал, его назначили, в этом виде Лородзовский, и здесь порторгом. Что значит порторг? Представьте себе, когда в этой стране...